Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева, и сегодня у нас марафон с Джоном Марсом. Расскажу о всех книгах Джона Марса, которые я прослушал и прочитал. Итак, первый роман Джона Марса, который я прослушал, The One, Единственный. Роман 2016 года выпуска, перевод Бушуева, чтец Игорь Князев. О чем роман? Как далеко вы готовы зайти, чтобы найти того единственного? Идеальную половинку, с которой вас не ждет никаких разочарований, а лишь беспредельная любовь и бескомпромиссное счастье, пока смерть не разлучит вас. Казалось бы, теперь для этого нужно не так уж много, всего лишь пройти тест на ДНК-совместимость, простой и безболезненный анализ. И вот вы уже знаете, кто станет вашим генетически идеальным партнером. Такое обещание на протяжении 10 лет дает компания Machio DNA, обнаружившая ген безукоризненной совместимости человеческих пар. С тех пор миллионы людей по всему миру нашли свои половинки. Однако у всего есть обратная сторона, даже у такого, казалось бы, перспективного открытия. Результаты испытания привели к разрыву бесчисленных отношений и обесценили традиционные идеи романтики, знакомств, ухаживаний. Тысячи неидеальных партнеров превратились в одиночек. А последующие открытия и вовсе поставили под сомнение эффективность метода. Ведь оказалось, что и у тех единственных есть слепые пятна и скелеты в шкафу, способные свести на нет, желанное долго и счастливо. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил пять звезд. Отличный развлекательный триллер, который вообще ни разу не претендует на философское подумать. И тем не менее, вопреки всему, делает это. Я бы охарактеризовал эту историю как историю о внушении и самовнушении, на которых большие дяди и тети делают свои большие бизнесы. Отличная идея и задумка автора и не менее отличное исполнение, что бы там ни говорили, самые умные книжные блогеры и хорошо подкованные литературоведы с красными дипломами филологических факультетов. Абсолютно плевать, что там думают все эти умники, когда произведение выводит тебя на сильные эмоции. Очень динамично, интересные истории пяти пар, неожиданные повороты и прием сослагательного наклонения, когда ставится вопрос, что было бы, если бы. Подобный прием я помню только в романе Жозе Сарамага «Каменный плод», и это было круто. Следующий роман, который я прослушал у Джона Марса «Кот носители». Роман 2020 года выпуска, перевод на русский язык Бушуева, чтец Игорь Князев. В «Кот носители» правительство Великобритании решило, что надежнее всего хранить свои секреты в чужих головах, ведь мозг человека невозможно взломать, верно? Для этого были отобраны пять человек, которым ученые имплантировали наполненную конфиденциальной информацией капсулу. Следующие пять лет своей жизни они должны скрываться и следовать определенным правилам. Для родных и друзей их больше не существует, а местоположение носителей знают лишь пураторы. Взамен они получают деньги и другие блага цивилизации, вот только все идет не по плану. Марс вновь мастерски наполняет историю неожиданными сюжетными поворотами и ощущением того, что современный мир погряз во лжи, напряжение, саспенс и пища для размышлений. Все, что было в предыдущей части, в еще больших масштабах преподнесет новая книга. Вы будете наблюдать за тем, как пятерка далеко не самых глупых людей погружается в информационный хаос. Ведь все то, что спрятано в их головах, постепенно начинает просачиваться наружу и там, что уже очевидно, спрятана информация, которую обществу лучше не знать. Поэтому на носителей открыта настоящая охота. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил три звезды. Как оказалось, это история из той же альтернативной вселенной ближайшего будущего, что и единственной. И вроде бы все шло так бодренько, но, как по мне, не так интересно, увлекательно и вовлекательно, как в единственном. В единственном я как-то быстро разобрался в персонажах и с интересом наблюдал за их приключениями, а здесь мне постоянно хотелось крикнуть «Не верю». Далее я прослушал роман Джона Марса «Пассажиры». Роман 2019 года выпуска, перевод на русский язык Феонов, чтец Ирина Патракова. О чем роман? Недалекое будущее правительство Великобритании принимает законопроект о разрешении беспилотных автомобилей. Неавтономный транспорт должен быть выведен из обихода в ближайшие 10 лет. Новейшие транспортные средства полностью автоматизированы, не имеют рулевого колеса и не переходят в режим ручного управления. Трагедия разыгрывается, когда неизвестный хакер взламывает системы 8 автомобилей. Пассажиры на борту этих машин выходят на свой последний смертельный маршрут. Среди жертв оказываются известная телезвезда, молодая беременная, ветеран-инвалид, женщина, спасающаяся бегством от мужа, а также нелегал, потенциальный самоубийца и супруги, едущие в разных авто. Из каждого салона ведется прямая трансляция, показывающая состояние пассажиров. За событиями наблюдают миллионы зрителей, злоумышленник предлагает голосование, кто должен умереть первым, кто продержится до конца гонки. Игра на выживание покажет истинное лицо каждого его участника. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил 5 звезд. В первую очередь надо понимать, что автор работает в двух условных жанрах. Социальная фантастика про альтернативное ближайшее будущее и семейно-криминальные драмы. Первые три романа, названные мной здесь, и есть та самая социальная фантастика. Все, что дальше, семейные драмы. Касательно этого романа он мне очень понравился. По своему напряженному сюжету он ничуть не уступает единственному, поэтому я отдаю свои безоговорочные 5 звезд. Дальше я прослушал роман Джона Марса «Тьма между нами». Роман 2020 года выпуска. Перевод на русский язык Карпова, чтец Ирина Патракова. О чем роман? Вы когда-нибудь злились на родителей за то, что они бесцеремонно лезут в ваши дела? Или думали, что вы помогаете своим детям, хотя на самом деле портили им жизнь? Вот к чему это иногда приводит. Кажется, расплата Мэгги ужасна. Кажется, ее вина перед дочерью Ниной ужасна вдвойне. Тьма пролегла между ними, каждые два дня женщины ужинают вместе, а потом дочь отводит Мэгги на чердак в воронье гнездо и приковывает цепью к полу. Это возмездие. Мать сделала то, чего дочь ей никогда не простит. НИ-КОГДА. Пусть до смерти гниет в этой темной коморке с глухими стенами и не бьющимися окнами, с тяжелой цепью на лодыжке, столь велика ненависть дочери. Но есть то, чего Нина не знает, и мать никогда не расскажет ей даже ценой своей жизни, ведь в их доме правда опаснее лжи. Это безумно тревожный, душераздирающий триллер. Он поглотит вас, потрясет воображение, открывая все более страшные тайны. Вам придется решать, заслуживает ли хоть одна из героинь сочувствия, и кто из них главный монстр. Моё мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил с натяжкой 4 звезды. Это уже семейная драма, не самая лучшая у автора, но неплохо. 4 балла все-таки ставлю. Дальше я прослушал роман Джона Марса «Когда ты исчез». Роман 2014 года выпуска. Перевод на русский язык. Парахневич, чтец Ирина Патракова. О чем роман? Она жаждала правды. Пришло время пожалеть об этом. Однажды утром Кэтрин обнаружила, что ее муж Саймон исчез. Дома остались все вещи, деньги и документы. Но он не мог просто взять и уйти. Не мог бросить ее и детей. Значит, он в беде. И все же это не так. Саймон действительно взял и ушел. Он знает, что сделал и почему покинул дом. Ему известна страшная тайна их брака, которая может уничтожить Кэтрин. Все, чем она представляет себе их совместную жизнь, ложь. Пока Кэтрин учится существовать в новой жуткой реальности, где мужа больше нет, Саймон бежит от ужасного откровения. Но вечно бежать невозможно, поэтому четверть века спустя он вновь объявляется на пороге. Кэтрин, наконец, узнает правду. Так начиналась «Мировая слава Марса». Дебютный роман культового классика современного британского триллера. Здесь мы уже видим писателя, способного умело раскрутить прямо в самом сердце обыденности остросюжетную психологическую драму, уникальную по густоте эмоций, по уровню саспенса и тревожности. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил пять звезд. А это уже, на мой субъективный взгляд, самая лучшая семейная драма у автора. Она меня довольно-таки увлекла. Дальше я прослушал роман Джона Марса «Последняя жертва». Роман 2018 года выпуска. Перевод на русский язык Смирнова. Чтец Ирина Подракова. Он прячется в тени, ожидая идеального момента. Каждое убийство как произведение искусства, как швейцарские часы. Каждое движение выверено до миллиметра, до секунды. Он все рассчитывает, планирует и делает с максимальной точностью. Он скурпулезен и беспощаден. Вот почему его невозможно поймать. Пытаясь найти баланс между карьерой и личной жизнью, молодой сержант Бекки Винсент терпит неудачу. Тем более теперь, когда ей поручили крупнейшее дело в ее жизни. Ни о каких личных отношениях не может быть и речи, пока она не закончит начатое или не сломается. Бекки должна узнать одно лицо в море других, но задача кажется невыполнимой. Это как искать иголку в стоге сена. Винсент обращается за помощью к полицейскому суперраспознавателю Джо Расселу, чтобы найти наконец неуловимого убийцу. Бекки не знает, что монстр следит за каждым ее шагом и готовит план нового преступления. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил три звезды. Это что-то среднее между семейной драмой и полицейским детективом про маньяка. Неплохо, но и не сказать, что очень хорошо. Что-то среднее по сравнению с другими книгами автора. По итогам я бы сказал, что Джон Марс работает по тем же направлениям социальных экспериментов, что и немец Себастьян Фитцик. Но Марс, конечно, не такой жестокий, как Фитцик. Он мягче, дипломатичнее, интеллигентнее и толерантнее. И еще вспомню про роман Джона Марса «Добрая самаритянка», который я читал два года назад. Вспомню для общей подборки. Итак, «Добрая самаритянка» роман 2017 года выпуска. Перевод на русский язык Смирнова. О чем роман? Они в смертельном отчаянии. Звонят на телефон доверия больше некуда, потому что действительно больше некуда обратиться. Им нужен лучик надежды. Но если не повезет, на том конце линии окажется Лора Моррис, которая не желает, чтобы они надеялись. Лора хочет, чтобы они лишили себя жизни. Жаждет услышать по телефону их последний вздох. И уверена, что легко уйдет от ответственности. Все продумано до мелочей. Но очередной обработанный клиент по имени Стивен просит Лору не просто слушать его смерть, а лично присутствовать при ней. Предвкушая чудесные мгновения, Моррис не знает, чем это обернется. Как и Стивен, не представляющий, на что способна параноидальная добрая самхитянка, у которой отняли любимую игрушку, наслаждение прощальным мигом другого человека. Мое мнение по прочтению этого романа. Роману я поставил 4 звезды. Какой же восторг от этой остросюжетной истории был в начале, и какое уныние и разочарование постигло в конце. Чаще всего бывает наоборот. Скучные книги исправляются в финале, и тогда я готов простить им начало и ставить высокие оценки. А здесь обратная ситуация. С натяжкой ставлю четверку, памятуя о тех сильных эмоциях, которые вызвала книга в начале. Даже как-то обидно. Но вот что я хочу сказать. Даже если мы предположим, что представленная автором данной книги реальность – это действительно реальность, то становится очень страшно. Хоть иди и вешайся. Ну а потому что как можно жить в таком обществе? Общество, которое позволяет подобной организации, как больше некуда, с подобным названием и с подобными установками, называться важным и нужным для общества, то тогда такое общество, или даже можно сказать бездумное стадо, безнадежно больно и обречено на истребление. Все поголовно настолько слепы, что не видят очевидных вещей, и не находится ни одного человека, который бы засомневался. А если и находится такой, то его тут же убивает сумасшедшая баба, которая способна всеми манипулировать. Ок, допустим, преступное государство подсадило всех граждан на кредиты и потом манипулирует ими, как хочет, в своих интересах. Граждане вынуждены все сглатывать и полностью подчиняться власти этих преступников, потому что они как бы им должны. У них синдром должника. Это трудно понять и уж никак нельзя простить, но соглашусь, что такое возможно. Но когда так манипулировать людьми, даже всем обществом, берет на себя право одна единственная сумасшедшая баба, а общество по-прежнему продолжает оставаться слепым, бездумным стадом, ну тогда такое общество действительно обречено на истребление. Значит, так им и надо. Хотя и больно такое осознавать. Это ужас, это за гранью. Я, конечно, согласен с теми, кто в своих отзывах писал, что нехороший осадок остается после этой книги. Сейчас прослушайте 10 минут ознакомительного фрагмента романа «Добрая самаритянка» от Джона Марса в моем исполнении. Если понравится, то подписывайтесь на полный доступ в ВКонтакте или Бусти. Если вы за пределами РФ, то станьте спонсором на YouTube. Все ссылки в описании. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись на канал. Узнаешь, какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока. Добрая самаритянка Пролог «Где вы?» – негромко сказала я в трубку спокойным, размеренным тоном. Мое такси только что остановилось на парковке, и я пытаюсь избавиться от наличной мелочи. «Зачем?» – спросила я. «Затем, что она мне не нужна». «Понятно». Я возвела глаза к потолку. Это казалось напрасной тратой времени, и меня тревожило то, что все может обернуться тактикой проволочек. Но давить на него нельзя. Делайте то, что считаете нужным, и помните, я с вами на протяжении всего пути. Я слышала, как он что-то пробубнил водителю, потом вылез и захлопнул за собой дверь. Предположила, что на улице идет легкий дождь, потому что до того, как такси отъехало прочь, каждые несколько секунд слышала скрип дворников, стирающих воду с лобового стекла. «Как у нас дела?» – спросила я, намеренно использовав оборот «у нас», а не «у вас», дабы подчеркнуть, что мы участвуем вместе, если не в материальном смысле, то хотя бы в духовном. Место выбирала не я, потому гадала, не передумает ли он, увидев, какая там высота. В таких случаях мне приходилось смиряться с решением клиента. Требовалось время, чтобы добиться нужного настроя, но теперь, когда удалось, я хотела, чтобы он сохранял настрой до конца. И я изо всех сил старалась напомнить ему, почему он там и как далеко мы зашли. Он словно прочитал мои мысли. «Не волнуйтесь, я не склонен менять решение». Я с облегчением вздохнула. «Это правда», – продолжил он, – «я в нужном месте и готов. Теперь, когда я здесь и вижу, что передо мной, на 110% уверен, что собираюсь поступить правильно». Я верила ему. Не думаю, будто он когда-либо лгал мне, потому что у него никогда не было на то причин. Он много раз говорил, что был со мной более честен, чем с кем-либо еще из тех, кого знал. И я с гордостью выслушивала это. «Уже видите ее?» – спросила я. «Она за рулем красного Фоксхола Астра. Регистрационный номер Ви-9-8-7. Ти-Эй-Джи!» «Да, она только что помигала мне фарами. Такое ощущение, будто мы в фильме про шпионов, и вы дали мне задание передать ей секретные документы». Он нервно засмеялся, и я притворилась, будто тоже смеюсь. «Хорошо, давайте я позвоню ей. Пока что оставайтесь на месте, мы не хотим пугать ее». Первый звонок встал на удержание, «Когда я набрала номер». Она ответила после семи гудков. Слишком большой промежуток, как мне показалось. «Здравствуйте», – негромко начала я. «Как у нас дела?» «Не знаю», – ответила она. В ее голосе совершенно не было уверенности. Я сопровождала достаточно людей в подобной ситуации, чтобы различить в словах высокие нотки тревоги. Нужно продвигаться осторожно. «Рада слышать вас», – успокаивающим тоном произнесла я. «Хорошо ли прошла поездка? Нравится это место?» Приехала сюда час назад и выпила чашку чая в кафе чуть дальше по дороге. Еще один красный флажок. У нее было свободное время на раздумье. «Хотите поговорить еще о чем-нибудь, прежде чем мы приступим?» – спросила я. Она поколебалась. «Мне очень жаль, но теперь, когда я здесь, начинаю думать, что, возможно, поступаю неправильно», – ответила она. Я скрипнула зубами. «Нельзя допустить, чтобы все закончилось вот так. Нужно подкрепить ее мотивацию». «Это из-за ребенка, верно?» – мягко спросила я. «Да». «Вы беспокоитесь о том, что принимаете эгоистичное решение?» «Да», – повторила она на этот раз едва слышно. «Я откинулась на спинку кресла». Это совершенно понятно, но вам нужно осознать. Так говорите не вы, а ваши гормоны. Они дают ложное ощущение, что у вас есть некие возможности, заставляют думать, будто в конце концов все может быть хорошо. Если вы просто выждете какое-то время. Но послушайте, человеку, у которого есть опыт. Когда ребенок родится, для вас все станет только хуже, намного хуже. Вас станут лечить еще интенсивнее, из-за чего жизнь сделается еще более мутной, чем сейчас. Вы не сможете быть хорошей матерью, а препараты, которые вы принимали, уже сказались на вашем ребенке. Он вырастет точно таким же, как вы, с точно такими же проблемами, с точно такими же страданиями. История повторится. Вы действительно хотите нести ответственность за это? В отличие от вас, я ясно вижу ситуацию и знаю, именно так все и произойдет. У вашего ребенка нет ни единого шанса на счастье в этом мире. В глубине души вы тоже это понимаете, верно? Вы правы, всхлипнула она, уже не пытаясь бороться со слезами. Я побыла злым копом, теперь снова нужно стать добрым. Знаете, я день и ночь думаю обо всех вас, продолжила я. Знаю, какой долгий путь вы проделали с тех пор, как нашли меня много недель назад. Горжусь вашей отвагой и силой, вы ведь это знаете. Да, ответила она, но в голосе не было той убежденности, на которую я надеялась. Пора переключать передачу. Я думаю и о вашей семье. Им повезло, что в их жизни есть такой человек, как вы. Такой отзывчивый и такой отважный. Это редкие качества, и я знаю, что сначала подобные вещи трудно понять, но со временем родные начинают осознавать, что вы любили их так сильно, что поставили их нужды превыше собственных. Вы много раз говорили мне, что никогда не станете той женой, что нужна вашему мужу. Но это не ваша вина, а его, в том, что он поставил вас на пьедестал. Это он сделал с вами. Просто продолжайте напоминать себе, ради чего вы вообще искали меня. Вместе мы исследовали каждую тропинку, прежде чем вы решили, что это единственный разумный путь. Вы двигаетесь вперед и позволяете всем, кого вы любите, делать то же самое. И я очень уважаю вас за это. Я так долго повторял эти слова. Неделю за неделей, разговор за разговором, медленно укрепляя веру в то, что это единственный путь вперед. Однако на него потребовалось меньше труда. С ним не было никакой возможности компромисса. Белое либо черное, и никакого серого. Однажды он сказал мне, что я подобный веревке, вытащивший его из зыбучих песков и поставивший на правильную тропу. Вы правы, всхлипнула она. Спасибо. Ну хорошо. Что ж, высморкайтесь, сделайте глубокий вдох и продолжим вместе. Для начала откройте дверь и идите к нему. Я пыталась вообразить, будто нахожусь там вместе с ними. Теперь подробно опишите то, что видите перед собой. «Кажется, это он ждет меня», – начала она. Улыбается, а позади него солнце пытается пробиться сквозь тучи. Довольно холодно, но мороза нет. Я слышала хруст гравия у нее под ногами, стук капель по плечам плаща, крики чаек в небе. Почти чувствовала запах соленого морского воздуха вокруг них. Переключила телефон на его номер. «Еще раз здравствуйте», – произнесла я. «Она направляется к вам, но тревожится немного сильнее, чем вы. Вы ведь присмотрите за ней, да?» «Конечно», – ответил он таким уверенным тоном, какого я от него никогда не слышала. Когда они впервые встретились лицом к лицу, я вообразила, как они улыбаются друг к другу. Включила сразу оба звонка и слышала приглушенное шуршание ткани о ткань, как будто они обнимались. Я велела ей надеть достаточно просторный плащ, чтобы скрыть беременность. Менее всего мне нужно спугнуть его сейчас, когда мы были так близко к завершению. Я ощутила, как горит кожа. Адреналин растекался по всем 60 тысячам миль кровеносных сосудов, даруя некое подобие эйфории. «Жди своего часа. Крепко держи себя в руках, потому что слишком многое может пойти не так. Я вообразила, как они стоят там, абсолютно чужие друг к другу люди, которым не нужно говорить, чтобы пообщаться. Они объединены общей целью, и это я свела их вместе. Их жизни будут навечно связаны одна с другой благодаря мне. Я не знала, смеяться мне или плакать. «Вы оба слышите меня?» – спросила я их. «Да», – в один голос ответили они. «Если вас по-прежнему все устраивает, я хотела бы остаться с вами так долго, как это возможно. Так что, когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, потом возьмитесь за руки и начинайте идти. Неважно, как трудно это будет, какими тяжелыми покажутся вам ваши ноги, держитесь друг за друга в поисках поддержки. Не оборачивайтесь и не останавливайтесь. Мы можем сделать это вместе». «Спасибо», – произнес он. «Спасибо за то, что поняли меня. Вы невероятный человек». «Рада была помочь?» – ответила я. «В прошлом, достигая кульминации, я бывала намного сильнее. Но он стал слишком важной частью моей жизни, чтобы не чувствовать боль. Зная, что наш путь подходит к концу, я сжала кулаки. Теперь продолжать историю предстояло им. Я крепко зажмурилась, вдыхала и выдыхала воздух в такт их дыханию, по мере того, как они уходили все дальше от автомобильной парковки. Гравий сменился травой, дождь усилился. Она начала всхлипывать, но я была уверена, что это слезы счастья. Я знала, что он чуть крепче сжал ее руку, делясь с ней той силой, которую я так ценила в нем. А потом – ничего. Ничего, кроме последних звуков их дыхания и морского ветра, завывающего в телефонах, когда они падали с высоты в 530 футов в воду внизу. И когда их тела погрузились в море, а души взмыли в небо, я силой прикусила нижнюю губу, ощутив привкус крови. Все кончено. Я выждала некоторое время, прежде чем неохотно повесить трубку. Достав из ящика стола бумажные платочки, высморкалась, распрямила поджатые пальцы ног и стала думать о своем якоре, пока спокойствие вновь не воцарилось во всем моем теле. Резко подняв голову, я окинула взглядом помещение, дабы убедиться, что никто за пределами моей выгородки не слышал меня. «Ты в порядке?» – раздался сбоку от меня слащавый голос Мэри, заставив меня вздрогнуть. Она прошаркала из кухни к моему столу, почувствовав, что что-то не так. Ее лицо явственно выдавало ее возраст. «Это был один из тех звонков?» «Да». «Да». «Они ведь не сделали этого, пока ты говорила с ними, верно?» Я кивнула, и она похлопала меня по плечу. По коже побежали мурашки, как было всякий раз, когда кто-то без разрешения касался меня. Подобные жесты меня никогда не успокаивали. «Мне очень жаль», – продолжала Мэри, – «когда они звонят, надеешься, что нужен лишь дружеский голос, готовый их выслушать, и тогда они на какое-то время передумают обрывать свою жизнь, да?» «Да», – солгала я. «И я знаю, что мы не должны отговаривать их или даже предлагать варианты, но это тяжело, когда ты просто хочешь, чтобы люди поняли, их жизнь стоит того, чтобы жить». «Тяжело», – согласилась я. «Я хотела бы, чтобы каждый мог увидеть красоту этого мира нашими глазами». Это был напряженный день, и на линии не хватало волонтеров, поэтому Мэри направилась обратно в свой угол. Когда на моем телефоне замигал красный огонек, обозначая, что нам снова кто-то звонит, я откашлялась и ответила. Согласно правилам, спустя пять гудков. «Добрый день», – начала я. «Вы дозвонились в больше некуда. Меня зовут Лора. Могу я узнать ваше имя?»